издал за границей книгу воспоминаний под названием «О том, что помню». В книге Резо Габашвили резко критиковал правительство Ноя Жордания и приводил убедительную аргументацию того, что Грузия в 20-х годах имела историческую возможность сохранить независимость и изгнать русских со своей земли. Резо Габашвили был известным ученым, шумерологом, автором трудов по грузино-шумерским взаимосвязям. Был прозападным политиком. Резо Габашвили был другом генерала Георгия Мазняшвили, того самого, чья заслуга – возвращение Грузии Батуми и разгромившего русских под Новороссийском в 1918 году. Резо Габашвили был единственным лоббистом грузинского генералитета в парламенте Грузии в 19-21 годах. А может, на самом деле причина, по которой правительство меньшевиков пошло на поводу у русских, была не в их политической близорукости, а в том, что социалист Жордания просто боялся грузинского генералитета. Потому что генералы стояли на национал-демократических позициях, а предпочтение электората постепенно стало склоняться в пользу национал-демократов. Если на выборах 1919 года победили меньшевики, то уже через год на местных выборах победу одержали последователи Ильич Абчавадзе, партия национал-демократов. Нам просто не хватило времени прийти к власти. Да, действительно, исторический контекст, при котором был заключен мирный договор от 7 мая, вызывает много вопросов. В то время, как в Москве представители грузинской и российских сторон подписывали мирный договор, между двумя странами шла очередная война. И Грузия эту войну выигрывала. Да, шла война. И мы эту войну выигрывали. Поэтому нам удалось составить Россию, признать нашу независимость. Но и Жордания. Годы жизни 1868-1953. Социал-демократ. Один из лидеров меньшевиков. Жордания был председателем правительства Демократической Республики Грузия с 24 июля 1918 года по 18 марта 1921 года. Председателем правительства в изгнании по 1954 год. Политическую деятельность Жордания начал в 90-х годах 19-го столетия. В 1898 году стал членом РСДРП и основал журнал «Социал-демократия». В 1903 году на Втором съезде РСДРП принял сторону меньшевиков. После собрания стал лидером кавказских меньшевиков. Грузинская рабочая социал-демократическая партия избрала его своим лидером. В 1906 году его избрали в Российскую Думу от Тбилисского избирательного округа. В Думе Жордания стал председателем социал-демократической партии. Против нас за последние три года попеременно воевали и красноармейцы, и большевиков, и белогвардейцы Деникина. И хотя мы успешно давали им отпор, но ни те, ни другие не хотели признать независимость Грузии. Ситуация должна была созреть. Нужен был подходящий момент. Я посчитал, что наконец этот момент настал в мае 2020 года. Россия просто оказалась вынуждена подписать с нами мирный договор и признать независимость Грузии. Какой руководитель страны упустил бы такую возможность? Или кто-то мне скажет, что такая маленькая страна, как Грузия, могла жить в состоянии перманентной войны со своим огромным соседом? В 1912 году в Баку Жордания руководил меньшевистской газетой «Наше слово». Жордания поддерживал идею культурно-национальной автономии и в этом видел решение национального вопроса. Не признавал право нации на самоопределение и создание национального государства. Выражал отрицательное отношение к грузинскому национал-освободительному движению и его лидерам. Ему приписывается фраза, сказанная по поводу убийства Ильи Черчавадзе. «Лес рубят, щепки летят». После февральской революции 1917 года его избрали председателем Совета Тбилисских рабочих и солдатских депутатов. В этот период он выступал против большевиков. В сентябре 1917 года отправился в Москву с целью защитить позиции меньшевиков в российском парламенте. Но после Октябрьского переворота вернулся в Грузию разочарованный. Жордания был сторонником создания Закавказской Федерации. 19 апреля 1918 года объявил о независимости Закавказской Республики. После распада Закавказской Федерации и распуска Закавказского Сейма фактически оказался председателем Временного парламента Грузинской Республики. 26 мая была объявлена независимость Грузинской Демократической Республики. После того, как в феврале 1921 года русская Красная Армия заняла Тбилиси, Жордания и его правительство сначала эвакуировались в Кутаиси, потом в Батуми. 18 марта Жордания и члены его правительства уехали во Францию в политическую эмиграцию. Жордания писал книги, в которых критиковал Советский Союз как империализм подмазской революции. В 1968 году издал книгу «Мое прошлое». Весной 1920 года ситуация действительно складывалась в пользу Грузии. В апреле, покорив Азербайджан, 11-я Красная Армия, кстати, в том же составе, что и потом, в феврале 1921 года, вошла в Тбилиси. И я сразу же объявил мобилизацию. Грузинские войска не только остановили 11-ю армию, которую возглавляли Урджоникидзе и Геккер, но в начале мая перешли в контрнаступление и под предводительством генералов Мазмиашвили и Квинитадзе дошли до Баку. У нас была возможность выдавить русских из Азербайджана, но 19 мая Жордания велел Квинитадзе прекратить боевые действия и возвращаться в Грузию. И я задаю тот же самый вопрос. Почему? Потому что мы объявили себя нейтральной страной и, согласно этому статусу, не могли более вести боевых действий, тем более на чужой территории. Жордания боялся регулярных успехов в грузинской армии. Он боялся военного переворота и прихода к власти генералов. Так что с помощью подписания договора от 7 мая и отказа от взятия Баку Жордания нейтрализовал фактор генералов. А с другой стороны, он как социалист искренне хотел союзных отношений с Россией, потому что не был свободен от своего марксистского бреда. Согласно договору от 7 мая, Грузия, как нейтральная страна, потребовала, чтобы военные корабли Франции и Британии покинули акваторию Батумского порта. В результате Грузия лишилась поддержки двух главных членов Лиги Наций. В декабре того же 1920 года председатель парламента Карлоч Хаидзе отказал британцам пропустить через свою территорию эшелоны с военным грузом.